Правильное дыхание – залог успеха. При этом нам никак не обойтись без задержки дыхания. И вот тут-то возможны определенные сложности. Дело в том, что задержка дыхания сама по себе способна повысить артериальное давление. А если на фоне этой задержки будут предприниматься определенные усилия, давление может вообще зашкалить. Отсюда вывод. Прибегать к задержке дыхания при выполнении упражнений вам позволено. Только в том случае, если с давлением у вас все более или менее в порядке. Если так, оно и есть. Перейдем к выполнению конкретных упражнений. Жим лежа. Неправильное дыхание при выполнении жима лежа способно полностью разрушить это упражнение. Правильное даст возможность выжать существенно больше вес при прочих равных условиях. Что такое правильное дыхание при жиме лежа. Нечто похоже на следующее. При опускании штанги вы делаете вдох. Примерно на середине амплитуды движения снаряда около мертвой точки. Задерживаете дыхание. И дальше опускаете уже на задержки. Ни в коем случае не выдыхаете в нижней точке. Баланс вашего тела на скамье тут же нарушится. Да, и плечи уйдут вперед. Что просто недопустимо. Все так же задерживая дыхание начинаете с жим. И примерно при достижении все той же мертвой точки резко и сильно выдыхаете снаряд. При этом как бы сам по себе пойдет вверх. Приседание. Дыхание при выполнении приседаний практически повторяет дыхание во время жима лежа. Все тот же глубокий вдох в начале. С середины амплитуды движения задержка. Которая сохраняется и в нижней точке. И в начале движения вверх. И только на половину пути вы все так же резко выдыхаете. Становая тяга. Задача дыхания при выполнении становой тяги обеспечит максимальную стабильность позвоночника в нижней точке. Амплитуды движения. Спина не должна скругляться. Еще одно замечание. Оно не касается дыхания, но является весьма важным. Не пытайтесь сдвинуть вес рывком. Рискуете получить травму позвоночника. Пробуйте как бы выдавить вес вверх, упираясь изо всех сил ногами в пол. Ну а теперь о дыхании. Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание. Возьмите за гриф штанги и начните подтаскивать его вверх. Сохраняя при этом задержку, начинайте потихоньку сквозь зубы выдыхать. Только после того, как пройдете более половины пути в верхней точке. Выдохните полностью. Затем сделайте глубокий вдох и опустите штангу. Подтягивание тяги. Если дыхание во время выполнения трех упражнений базы подчинено цели максимальной стабилизации тела, целью развития максимального же усилия, то во время тренинга спины дыхание призвано помочь направить все усилия именно в мышцы спины. Ну насчет всего усилия это наверное слишком круто. Руки ведь по-любому принимают и при любом дыхательном раскладе будут принимать на себя значительную часть нагрузки. Но все же главное правило вдыхать на протяжении движения рукояти вниз. Если вы подтягиваетесь, то на протяжении вашего движения вверх этот прием как бы разворачивает грудную клетку и позволяет максимальным образом свести лопатки в конечной фазе движения. А вот такого движения лопаток ой как много зависит. Движения вниз, подтягивания или рукояти вверх тяги. Выдыхайте. В принципе этот прием применим не только для вертикальных, но и для горизонтальных тяг к поясу на нижнем блоке, в тренажере штанге или Т-грифа к поясу в наклоне. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok